Вы много говорили насчет фрактальности, но у меня такое создалось впечатление, что биологию вспоминаете просто как примеры. Вот математик, инженер, выучивший эту самую теорию Мандерброда, познакомившись со всем этим делом, вот он пришел к биологам и начинает говорить о числах и Боначчи. Да, филотаксисы изучают на растениях, есть глубокие работы на эту тему, но я хотел бы услышать. Вот вы, например, сказали, вот экзоны, интроны, вот они тоже, все это, фрактальность. Теория хороша, приложения теории хороши тогда, когда они дают какое-то объяснение, которое было закрыто без теории. Вот вы упомянули интроны экзоны, к примеру. И вот что это проявление. Скажите, пожалуйста, что новое вы можете сказать про интроны и экзоны молекулярным биологам с позицией, значит, фрактальности? Вы знаете, если исходить из общей канвы, что природа имеет фрактальную природу, то ген тоже фрактален. А ген состоит из экзонов и интронов, у эукариот, в отличие от прокариот. И структуры, и в этом и Чайковский говорит, и Назар, и так далее, что экзоны и интроны, они располагаются с точки зрения их реализации как фрактальные структуры. Понимаете? И более того, они именно, вот экзоны и интроны... Это надо продемонстрировать, это совершенно не очевидно, что они там располагаются как фрактальные структуры. Экзоны, интроны... Нет, для докладчика, насколько я понимаю, когда он говорит фрактальность, значит, что вот ген разбитый, что в нем есть там составные части, интроны и экзоны. И в другом гене, который тоже содержит интроны, значит, он фрактально подобен. Но это масло масляное, это было бы хорошо сказать 50 лет назад, но тогда еще Мандельброд не придумал все это, не башен. Да, не было еще фрактами гене. Вот, а значит, это все нашли экспериментальным путем. Вообще-то натолкнулся на это еще в 30-х годах Дубинин, как мы знаем, да, ген дробимый, но он тогда это не поняли, что к чему. А потом патрибулярные биологи нашли. Что нового сейчас? Общие слова, они никому не интересны. Поймите, абстракция, полет мыслей, это очень здорово, но только тогда, когда он что-то дает, а не вообще... Ну, извините, так получается просто. Извините, я не хочу никого обидеть, но это сотрясение воздуха. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы на будущее, когда вы приходите... Более того, у меня своя точность зрения. Я вам говорю, что если вы хотите познать природу, фрактальную природу живого, вы понимаете, это сложные системы. Вот так вот говорить, да, я согласен, лучше пример, конечно, привести более тонкий. Но язык сложных систем, это язык методологии и философии. Хотите вы этого или нет? Поэтому здесь нельзя уйти от этого. Что там фрактально-кровеносная система, ну там же тоже нечеткие все эти фракталы, да, если мы формулу эту зададим, то мы кровеносные эти капилляры всякие там не опишем, что вот они именно так разветвляются, да, ну бог с ними. А вот что касается сообществ, ну как можно говорить, что там сообщество биоциноз, фрактальная какая-то там структура, да? Ну где там фракталы, биоцинозик, покажите, пожалуйста, что такое биоциноз как фрактал? Вы понимаете, если все мы говорим растительный, например, возьмем просто растительные объекты, каждый растительный объект, это все-таки фрактальная, имеет фрактальную природу, но он находится в сообществе растительном, поэтому... Может быть имеется в виду по временной шкале, производится... Вы знаете, нету, однозначно я вам не отвечу, я просто исхожу из общего посыла, что... Вы знаете, может быть не совсем удачно скажу, дело в том, что на нашей кафедре экологии вот эти исследования, фрактальные, да, проводятся уже не один год. Опубликовано большое количество статей в академических журналах, начиная там с биологических, кончая других каких-то, да? Но ничего нового я не вижу, честно говоря, вот в этих работах, потому что просто описывается то, что есть. Вроде бы новым математическим аппаратом, и все. А вот что нового, принципиально, предсказывание какое-то, прогностический эффект, ничего от этого нет. Печать хотите на это? Да, я хотел бы... Я не все еще... Не надо на это отвечать. Не надо на это отвечать. Не надо отвечать. Понимаете, я многие еще принципы фрактала не сказал, например, что фрактал есть отражение полиморфического множества, симметрии в динамике, который как раз и отражает собой разнообразие, различную вариативность объектов. Понимаете? А уж про лимфатическую, дыхательную, кровеносную, я с детства помню пример золотого мальчика, которого обмазали золотой краской, он погиб, потому что кожное дыхание, как говорится, отсутствовало. Но я хочу про другое. Вы знаете, вот я считаю, что это очень полезный доклад. В том плане, что я, например, увидела, в общем-то, фрактал, знаете, в чем? Вот дерево, вот у него семена, вот оно их разбрасывает, но оно полные семена, далеко не разбрасывает. Около дерева они остаются в определенной площади. Чем тяжелее, тем ближе. Да, тем тяжелее, тем ближе. Что значит тяжелее? Это значит полное, полноценное, такое, как материнское приспособлено к данным условиям. А которое улетит, оно значит уже измененное и так далее, уже новые территории и все прочее. И вот так вот, собственно, лесная экосистема, не только лесная, луговая и так далее, состоит. И у нас куча терминов у геоботаников и ботаников есть. Я хочу спросить. Скажите, пожалуйста, вот это очень удачная такая вот картинка, которая демонстрирует нам при доминировании левосторонних структур. Вот ваша теория, используемая фракталов, она как-то может объяснить, вот, ну, я знаю, есть гипотезы различные. Вот это доминирование, естественно, на уровне молекул, что у нас при синтезе образуются левосторонние и правосторонние. И в результате организм, если кобикорма использует, то правосторонние перебирает в левосторонние. Потому что вся точная система получается под левосторонние. Вот что-нибудь вы на этот счет можете сказать? Вот с точки зрения фрактальной структуры или фрактальной природы я не могу сказать. Это, наверное, еще требует своего исследования. Я бы так сказал. Ну, то есть вы с точки зрения не имеете в виду. Не обязательно в рамках фрактальной геометрии. Ну, это же вроде бы плоские объекты. Здесь нет левосторонних. Ну, нарисуйте. И переверните вот так, а не вот правая сторона. Нет, нет, я вам говорю, что даже... Нет, мы разом. Нет, нет, это закон. Физики левое от правого отличают только на уровне слабого взаимодействия. И что правое слабое из-за того, что вращается земля? Нет, слабое взаимодействие это взаимодействие при радиационном распаде. На другом уровне левое от правого не отличают. Это надо в физику ввязать. Нет, я вам про химию говорю элементарно, что не усваиваются левосторонние глюкозы. А на более высоком уровне это неразвучимо. Вам говорят, переверни картинку, будет другая. А корни лежат очень глубоко в физическом процессе. А физический процесс это взаимодействие на атомную водокометрию? Это ядерное взаимодействие. Нашего мозга. Вопрос такой совершенно. Вот фрактальность означает дробность. То есть подобие от большого к малому. А ведь спираль подобие от малого к большому, наоборот. Нет, понятие дробность совсем другое. Фрактал, то есть его коренное значение, это дробный. У него дробная размерность. Вот если мы говорим, эвклидовая геометрия, она целочисленная, там точка, ноль, линия, единица, площадь, два, объем, три, то фрактал, фрактальная дробность, она заполняет между нулем и единицей всю составляющую, между единицей, двойкой и тройкой и так далее. Независимо от большого к малому, как? Нет, это дробная размерность, которая не зря, поэтому есть даже метафора такая, что природа не терпит пустоты. Она как бы заполняет полностью, заполняет фрактальная геометрия. Есть и другие массовые геометрии, мы еще не знаем, мы знаем сами, и рименового геометрия, и Лобачевского, есть так называемые... Ну, а принцип, исследование, фактически, к которому вы призываете, это... Ну вот в одной нити, оказывается, это не одна, а четыре, которые мы сначала воспринимаем как слитая. Мне просто очень хочется поделиться с коллегами. Древняя африканская сказка, в которой каждый следующий уровень, ну, то есть, какой-то первичный человек размером со Вселенной, у которого, значит, на руке или кусочек его, это, значит, следующий уровень, который тоже есть в Вселенной и так далее, и так далее. Ну, вплоть до... Атом-модель Вселенной, помните, как это все было? Матрошка. Я тоже считаю, что доклад очень ценен, потому что... Да хотя бы потому, что он в известном смысле отрицательную дискуссию... Мы третьим ценим. Мы третьим ценим, да. Я думала, что с вас не товарищи, тогда еще будем. Ну, так же, мы ушли в общих парнях, беру, у меня мозг, мы очень полезны. Коллеги, я предлагаю верить их к следующему докладу, а то мы... Спасибо.